Добрый день, уважаемые слушатели, и мы рады вновь приветствовать вас на очередном бесплатном вебинаре от компании Tensor, который на этот раз посвящен теме национальная система прослеживаемости товаров, как правильно, наверное, она так называется. И спикером на сегодняшнем вебинаре будет Екатерина Галенко, ведущая инженер-технолог компании Denzer. Меня зовут по-прежнему Гребенкина, руководитель учебного центра, но это не так важно. И теперь, Екатерина, тебе слово, о чем же мы, что же мы сегодня хотим рассказать нашим слушателям. Мы сегодня поговорим о новой системе мониторинга импортных товаров, это национальная система прослеживаемости. И, как и всегда, мы начнем с нормативной базы. Я подготовила ряд законов и законопроектов, которые будут интересны нашим клиентам. Первое – это постановление правительства 807. Оно регламентирует проведение эксперимента по прослеживаемости товаров, а также устанавливает перечень товаров, которые попадают под прослеживаемость сейчас. Проект федерального закона 325. Именно по нему с 1 июля запускается сама система прослеживаемости. 371-й федеральный закон. Все участники оборота должны отчитываться в налоговой декларации об обороте прослеживаемых товаров. И также письмо ФНС от 14 апреля этого года. В нем налоговая дает рекомендации по новым формам отчетности. Но ты говоришь, что есть у нас постановление, которое говорит об эксперименте. То есть, наверное, уже определен список товаров, которые должны попадать в эту систему мониторинга. Да, все верно. Список товаров уже определен. Под прослеживаемость на текущий момент попадают мониторы и проекторы, холодильники и морозильники, стиральные машины, как бытовые, так и промышленные, автопогрузчики и бульдозеры, детские кресла, автокресла и коляски, а также интегральные схемы и их части. И вот это все, если оно завозится из-за рубежа, оно попадает в эту систему мониторинга. А как изменится работа поставщиков, розничных, продавцов, всех наших клиентов? На самом деле изменения будут не такие глобальные, какие были с введением маркировки, но да, все равно работа чуть-чуть изменится. Теперь импортер должен будет дополнительно регистрировать ввоз импортных товаров в Россию и заказывать регистрационный номер таможенной партии в налоговой, РНПТ, аббревиатура. Далее уже при движении товара до оптовика, до розничного магазина, эти РНПТ должны быть указаны в документах УПД, то есть во всей дальнейшей документации РНПТ будет существовать. И код РНПТ выбывает из оборота по нескольким причинам, но основное это как раз будет покупка конечным потребителям. То есть я на таможне получаю этот РНПТ, и потом у меня он, собственно, во всех моих учетных документах должен фигурировать. А вот есть отличия в оформлении вот этого номера РНПТ в зависимости от того, из каких стран пришел товар? Да, на самом деле есть. При ввозе товаров из стран ЕС код РНПТ, номер партии, выдает непосредственно сама налоговая. То есть импортер должен будет отправить уведомление о ввозе, получить РНПТ и уже использовать в дальнейшем. При ввозе других стран, например, Италия, Германия, Китай, США, неважно, регистрационный номер заводит непосредственно сам импортер. Это будет номер таможенной декларации и номер партии товаров через слэш. А, через слэш. А это вот где-то описано в тех законах, о которых мы говорили. Хорошо. Вот 1 июля старт. И вот что произойдет, если я 2 июля не оформлю этот номер на таможне или не укажу его в какой-то своей, в своем учетном документе? Что будут штрафы? Да. Налоговая предусмотрела, скажем так, наказание для тех, кто не будет соблюдать закон. Но в любом случае, в первую очередь, будет не штраф. В первую очередь, от налоговой придет требование, когда будет обнаружено то, что не выполнено требование законодательства. Если все-таки вина клиента, вина импортера, оптовика, розницы будет доказана, то с 2022 года эти штрафы будут действовать за каждый документ отгрузки-продажи 1000 рублей без данных о прослеживаемости. Если не сдан отчет или просрочен отчет о прослеживаемости в налоговую 5000 рублей и за повторное нарушение законодательства в течение года штраф уже будет 20 тысяч рублей. Ну, я правильно услышала слово с 2022 года? Все верно. В этом году по информации от налоговой штрафа еще эти не будут вводиться. По предварительным данным, это 1 июля 2022 года. Но данные пока предварительные, потому что само постановление, по которому стартует прослеживаемость, оно еще не подписано. Это просто проект. То есть лучше, конечно же, подготовиться к сроку 1 июля 2021 года, не ждать, когда вступят в действие штрафы. Ну, а есть какой-то чек-лист вообще, что сейчас надо делать нашим клиентам? Да, для того, чтобы начать работу, мы подготовили минимальный чек-лист. Необходимо подключить ЭДО со всеми контрагентами. Необходимо проверять коды РНПТ при поступлении товаров. Это можно будет либо сделать в БИС, либо непосредственно на сайте налоговой. И также необходимо подготовиться к сдаче отчетности о прослеживаемых товарах. Хотелось бы отметить, что, скорее всего, крупные поставщики, у крупных поставщиков попросят помощь их более небольшие организации и контрагенты. В этом случае, при обращении к нам в компанию Тензор, мы окажем помощь в подключении контрагентов к ЭДО. А у меня еще вопрос такой, ЭДО должно быть со всеми контрагентами, в зависимости от того, какой у нас участник рынка, это импортер или поставщик, или розница. А есть ли разница в том, какой ЭДО подключать, потому что мы все знаем, что есть входящее ЭДО, есть исходящее ЭДО. Что из этого, или всем нужно и то, и то? Ну, если это розница, которая продает товар только конечным покупателям, даже если покупают организацию, то все равно конечный потребитель, то достаточно будет только входящего ЭДО. У оптовика это в любом случае, так как он перепродажник, это ЭДО и входящее, и исходящее. И у импортера также это исходящее ЭДО, потому что он отгружает свой товар уже для дальнейшего использования. Ну, значит, наши клиенты, кто является именно только розничными продавцами, вы можете чуть-чуть выдохнуть, потому что мы все знаем, что входящий ЭДО, он доступен при подключении аккаунта с любым нашим сервисом. То есть, если вы только принимаете документы и ничего не отправляете, то вам за это платить не нужно, и это большое наше преимущество. Ну, это самый минимум. Что еще мы можем предложить? Хотела бы здесь еще отметить, розничные продавцы мы просто привыкли делить импорт, опт, розницы. На самом деле организации намного больше. Есть, например, подрядчики, которые за дополнительную плату оборудуют, например, офис клиента, устанавливают компьютеры, в том числе мониторы, которые попадают под прослеживаемость. В этом случае они тоже только принимают документы. То есть, под словом розницы мы подразумеваем тех, кто не перепродает дальше. Кто не отгружает документы организации. Да, все верно. Хорошо. Ну что ж, это вот минимум. Да. Что еще может потребоваться, что мы можем предложить? Сейчас именно в СБИС, то есть у клиентов есть разные учетные системы, что будет готово у нас для прослеживаемости. Это будет электронная регистрация партии в налоговой, проверка кодов партии во всех входящих УПД. Если клиент отгружает товар, то мы будем подбирать РНПТ автоматически. У нас будет работать автоподбор. На основании данных учета у нас будет работать автозаполнение НДП НДС, в случае, если клиент плательщик НДС. Ну, автоматизация учета по партиям, как я уже говорила. И легкие ЭДО с контрагентами по email, в случае, если у вашего контрагента, оператора ЭДО еще нет. Для того, чтобы не устраивать долгое подключение, не ждать, можно будет указать email при отправке, и клиент на почту получит все документы. Да, это называется, по-моему, sign-on-page, наша технология знаменитая, о ней можно почитать на нашем сайте. Когда вы вроде бы отправляете электронное письмо, но в нем есть ссылка, защищенная ссылка на электронный документ, который можно будет подписать электронной подписью, выгрузить и так далее. Очень крутая штука. Ну, а написано-то красиво, а посмотреть-то можно что-нибудь? Как это работает? Мы, на самом деле, долго выбирали, какой именно документ показать, чтобы не загружать сейчас наших пользователей большим количеством документа. Я хотела бы продемонстрировать именно регистрацию партии, уведомления о ввозе, как это будет работать в СБИС. То есть, в первую очередь, необходимо загрузить поступление из учетной системы, либо создать документ в СБИС. Мы указываем, что это загрузка, потому что чаще всего есть экселька, например, с поступлением, проще загрузить, чем создавать. Но создать тоже можно будет. У нас сформируется документ, будет указана номенклатура, цена без НДС и количество. После этого будет... Я вижу там РНПТ. Это пустое поле, да, пустое, которое подготовлено для того, чтобы внести туда номер партии. После этого отправляется регистрация в налоговую, то есть зарегистрировать. И по итогу от налоговой мы получим ответ о том, что поставка зарегистрирована. И СБИС автоматически в каждой строке пропишет полученный РНПТ. Соответственно, если клиент работает с учетом СБИС, то в дальнейшем этот документ будет проведен по приходу. И при отгрузке этого товара покупателям он автоматически РНПТ будет из поступления подтягивать. А вот у меня вопрос. Я смотрю, что это самое обычное поступление, и многие из наших клиентов уже заводят такие поступления в систему. А как СБИС понимает, что именно вот в этом поступлении есть импортные товары, и мне нужно их зарегистрировать и получить РНПТ? Я чего-то не уловила? Где-то ты это отдельно как-то особенным образом сделала? Здесь должна будет небольшая дополнительная настройка карточки номенклатуры. То есть у нас будет заведен определенный тип номенклатуры. Это то, что товар попадает под прослеживаемость. Именно так СБИС будет понимать о том, что это нужно зарегистрировать налоговой. А о том, что это импорт из стран ЕС, СБИС понимает по поставщику. Как видишь, у нас здесь указан белорусский завод. Именно по стране поставщика мы поняли, что партию нужно зарегистрировать налоговой. Ну, да, кстати, логично. Без настроек каталога вряд ли тут что-то заработает и у нас, и в другой учетной системе. Но, оказывается, все просто. То есть тип номенклатуры какой-то определенный установить, и дальше все будет автоматом делать. Так, а вот отчет о ввозе в налоговую будет отправляться по их формату? Да, вот, грубо говоря, то, что мы сейчас показали, это на документе поступления уведомление о ввозе. Именно глубоко внутри, на техническом уровне СБИС будет формировать отчет по формату налоговой и отправлять налоговую по ТКС именно то, что им требуется. Получать ответ тоже по формату налоговой и для удобства пользователя, для простоты, преобразовывать его уже в более понятную часть документа. Давай, пожалуйста, еще раз прослужим по полочкам, по каким операциям в налоговую поступает информация. Здесь я рассказывала об отчетности, давай немножко поговорим еще о электронном документообороте. Возможно, не совсем явно это было по нашему предыдущему рассказу, но хотелось бы отметить, что теперь все, кто занимается оборотом прослеживаемых товаров для получения выгоды, то есть если это именно продажа, перепродажа товара, они должны будут работать только с ЭДО, только электронный УПД. И оптом, и покупка оптом, все должно будет фиксироваться в электронном виде. При проведении этих операций информация, прямо мы отправляем УПД, и она дополнительно идет в налоговую? На самом деле этот проект постановления еще не подписан. Налоговая сейчас на текущий момент устанавливает правила передачи нас, как оператора документооборота, данных в налоговую, о том, что клиент работает с оборотом. О том, что в этом УПД есть послеживание товара. На самом деле сроки именно по передаче УПД в налоговую, они еще не скоро грядут, потому что это примерно 22-23 год. Сейчас главное фиксировать все эти отправки для дальнейшей задачи отчетности. Хорошо. Но все замечательно, если вот мы ведем учет в СБИС и до в СБИС, вроде бы тогда никаких проблем с передачей данных налоговую нет. А если учет ведется не в СБИС, а документооборот наш? В этом случае, да, мы понимаем, что таких клиентов, клиенты такие будут, и возможно даже их будет много. Для этого у нас есть интеграционные решения. То есть все, я думаю, уже работают с нашим модулем 1С практически, 1С-ники. У нас есть модуль для работы с САП. В СБИС можно загружать шаблоны Excel, которые заранее где-то подготовлены. И для других систем мы можем предоставить API для обмена, либо СБИС-Коннект. То есть я думаю, что если мы будем оператором электронного документооборота клиента, который работает в другой учетной системе, какой-то из способов интеграции мы точно сможем подобрать. Ну и, соответственно, нужно будет загружать туда документы отгрузки, чтобы отправлять из учета системы, и обратно из СБИСа выгружать поступление. Так получается, да? Все верно. Хорошо. Ну, другая часть проблемы, если мы используем ЭДО СБИС, а у контрагента другой оператор. Ну, на самом деле СБИС один из крупнейших операторов документооборота в России и оператора по отчетности. И, скорее всего, практически все партнеры, предполагаемые, уже будут работать в СБИС. У нас представлена статистика, около 48% компаний России сдают отчетность госоргана через нас. Ну, значит, они уже документооборот у них наш. Да, у нас более миллиона 700, уже ближе к 2 миллионам активных аккаунтов, то есть это активных пользователей компаний. И через нас проходит около 20 миллионов документов в месяц. Такой оборот говорит о том, что, скорее всего, большая вероятность будет, что партнер с БИС уже работает. Угу. Замечательно так. Надо, наверное, будет роуминг тогда настраивать. Если партнер... Если вдруг мы не попали в 48%. Если партнер работает у другого оператора, мы сможем настроить для клиента роуминг. Сейчас у нас роуминг можно подготовить практически с любым оператором клиента. Мы представили самых популярных операторов Edo, TaxCom, Contour, Astral. В этом случае проблем не возникнет, необходимо будет обратиться к менеджеру, и мы настроим роуминг. Угу. 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 Так, а если все-таки долго, или не хотим роуминг, или лениво нашему клиенту, или, допустим, два поставщика, которые работают с какой-то там экзотическим оператором электронного документа оборота, без роуминга можно обойтись? Да, ты как раз вот об этой технологии чуть-чуть рассказала ранее. Это отправка на e-mail. В этом случае контрагенту на электронную почту, указанную, придет письмо, в нем будет ссылка на защищенный документ, который можно будет подписать электронной подписью. Да, и доступ, кстати, к этому документу, вот кнопка «Получить документы», она нажмется и откроет вам документ только если есть электронная подпись, ну, вот той компании, в адрес которой документ прислан. Вот, так что это не просто какая-то выгрузка, которую, там, PDF-ка, которую присоединили к письму и отправили. Вот, это защищенная технология и, соответственно, все документы будут иметь юридическую значимость. А с ЭДО более или менее понятно, понятно, что можно работать с другой учетной системой, понятно, что можно работать с другими операторами, это классно. Теперь, конечно, нам интересно, что изменится с отчетностью. Как я сказала в самом начале, есть письмо налоговое 14 апреля, где они рекомендуют форму отчетности. То есть формы еще не утверждены госорганами, это лишь рекомендация. Но давай начнем с плательщиков НДС. Какие изменения у нас ждут в нашу декларацию НДП НДС? Добавились новые строки, поля. Это будет РНПТ, регистрационный номер партии, код количественной единицы товара, количество в единицах измерения и цена в рублях без НДС. Новые поля. Соответственно, у меня два вопроса. У нас как-то изменится в СБИС заполнение этого отчета? На самом деле, нет, не изменится. Если вы ведете учет в СБИС, то у нас есть функционал автозаполнения. Так, о нем попозже, это я знаю, не будем раскрывать все карты. Если учет ведется в другой системе, например, в Одинеске или какой-то другой учетке, в этом случае в СБИС можно будет загрузить заранее сформированный отчет. Ну и третий вариант, он не для ленивых, то есть в этом случае придется позаполнять. Это просто создать отчет с нуля и внести в нее все данные вручную. Но намного проще либо выгрузить к нам форму, либо заполнить по данным учета, если работаете в СБИС. Ну и соответственно, если вы даже пользуетесь нашим ЭДО, даже если вы не ведете учет, а пользуетесь ЭДО, это значит, что вы будете выгружать свои реализации, загружать поступления, то есть они через ЭДО как бы все равно через СБИС пройдут. И в этом случае тоже эти данные можно будет использовать для заполнения. Да, все верно. Это хорошо. А теперь смотри, у нас 1 июля вступает в силу это правило. Получается, я за какой квартал должна буду по новым правилам НДС заполнять? С третьего квартала. Но надеемся, что к этому времени формы будут утверждены, и как только будет официально это сделано, соответственно, мы внесем очень быстрые изменения. Вы знаете, что мы делаем. Это очень оперативно. Вот, но с третьего квартала, блин, надо, значит, уже готовиться к тому, чтобы получать РНПТ. Мы знаем, как это реагирует налоговая, если в третьем квартале у меня будут товары, которые должны, типа, прослеживаться. А РНПТ не указано. Требование придет. Да, неприятно. Но что делать? А если мы не платежики НДС, то вот специальный отчет. Да, на самом деле специальный отчет нужно будет сдавать и платежикам НДС, это отчет об операциях с прослеживанием товаров. Но для неплательщиков это станет основным отчетом. То есть у плательщиков будет НДПНДС в любом случае. Новая форма, повторю на всякий случай еще раз, она не утверждена госорганами. Срок сдачи этой формы, как и НДПНДС, не последнее 25 числа. Но это квартальная форма. Да, это квартальная форма. И в этой форме нужно будет указывать, ну, название говорит само за себя, все операции, которые вы с прослеживаемыми товарами осуществляли. Ну что ж, а теперь поподробнее скажи, что это за автозаполнение в СБИС, как у нас будет заполняться НДС по данному отчету. По НДПНДС я позже еще раз вернусь к специальному отчету. По НДПНДС, я думаю, что те, кто отчетность в СБИС сдает, они знакомы с интерфейсом. Можно выбрать вариант заполнения, либо данными за предыдущий период, создать пустым отчет как раз для ручного заполнения, и сформировать по данным учета. Как раз вот те разделы, которые нам необходимы, которые изменились из-за прослеживаемости. Также можете обратить внимание, что присутствует кнопка загрузить, она никуда у нас не исчезла. Если отчет сформирован другой системы и в СБИС просто загружается, нужно воспользоваться ей. Кроме НДПНДС специального отчета об операциях, появятся еще три формы отчетности как раз. Это вот уведомление о ввозе, то, которое я тебе показывала. Уведомление... Которое с поступлением. Да, да, все верно. Это будет уведомление об остатках, потому что мы сейчас на этом внимании не заостряем, но нужно будет зафиксировать все остатки, которые вот до 1 июля получены в налоговой. Налоговая выдаст тебе на них РНПТ. Зарегистрировать... Все спрашивают, я видела в вопросах очень часто это, в какой срок нужно зарегистрировать остатки. На самом деле налоговая не регламентировала срок в любой момент до совершения продажи. То есть как только остатки нашли, например, инвентаризацию провели, поняли, что есть мониторы, нужно зарегистрировать налоговую. Возможно, у вас где-то есть темный угол, до которого вы не дошли. Вы туда сходили, обнаружили еще мониторы, снова зарегистрировать, только до продажи. И еще одна форма отчетности – это уведомления о перемещениях. То есть по факту у нас изменилась НДПНДС, появился специальный отчет, уведомления об остатках, уведомления о ввозе и уведомления о перемещении. Сложно. Получается, много нового придется изучать. Но подожди, уведомление о ввозе, оно автоматически из поступления, то есть там заполнять-то особо не надо. Ну да, только либо загрузить Excel-ку, это мы рассказываем с тобой о работе в СБИС, если клиент… Да. То есть мы стараемся максимально упростить работу пользователя, все завязать на тех документах, которые ему уже привычны, но если будет необходимо, клиент даже вот эти формы, он может не через поступление делать, а через реестр отчетности. Просто загрузите свои экосистемы к нам, мы по ТКС в налоговую все отправим. То есть будет два варианта для тех, кто у нас не работает, и для тех, кто работает в нашей системе. Ну, приходите к нам, у нас все автоматизировано и сделано попроще, насколько это возможно. А когда новый форум это появится? СБИС будет готов к прослеживаемости к 1 июня 2021 года. Большинство форум появится уже… К 1 июня? Да, счет фактур, когда она в СБИС появится, это будет к 1 июля, потому что вот с 1 июля она в силу и вступает. И налоговая декларация уже в третьем квартале, когда ее нужно будет сдавать, она уже будет по новому формату. То есть основные изменения у нас… Так, это отчет 1 июля вступят в силу. Ну, окей. И мы тут немножечко пытались вам доказать, что если вы работаете, ведете учет в СБИСе, у вас есть определенное преимущество, потому что вот отчет об ВОЗе, или уведомление об ВОЗе, как бы оно ни называлось, в общем, эта штука прямо из поступления формируется, и тогда ее не нужно заполнять. И по данным учета мы, соответственно, ДПНДС заполним и загрузим там все из вашей учетной системы. Вот снова мы хотим вам как бы сделать небольшой ликбез о том, как работает система, когда это действительно единое окно. Потому что СБИС — это не только отчетность, и это не только прослеживаемость. Расскажи нам, пожалуйста, подробнее об этом. Да, на самом деле СБИС — это и ведение складского учета, и программа для розничных продаж, для ресторанного бизнеса. У нас работает очень много бухгалтеров, у нас ведется кадровый учет, менеджеры по закупкам, то есть оптовики, розницы, импортеры, производители. Мы стараемся закрыть практически все процессы. У нас есть, думаю, что решение практически для каждого клиента. Мы стараемся, по крайней мере, если что-то новое узнаем, то сразу это реализовать. Ну, во-первых, полноценный складской учет, для того, чтобы вся ваша номенклатура была в порядке, чтобы вы понимали, сколько у вас на складе осталось и так далее. введение каталога и вот та настройка, чтобы автоматически формировался отчет о ввозе, да, это все мы автоматизируем, ваш складской учет. Естественно, есть у нас инструмент для закупок, речь идет о EDI, скорее всего. И для EDI, да, и для EDI тоже. И для EDI тоже. Полноценная кассовая программа. Если вы ведете розничные продажи, тоже не нужно вести это где-то в другом месте, это все есть у нас. И полный бухгалтерский, и кадровый, и любой вид учета, все это у нас уже тоже есть. Не нужно это вести в разных системах. Именно к этому мы призываем в конце каждого нашего вебинара. Не нужно вести все в разных местах. Перегружать данные из одного места в другое. Ведите все в одном месте и найдите ту систему, которая позволит делать это все в одном месте. Например, СБИС. Скажите, есть ли еще какая-то другая подобная система. Но одна из самых вкусных вещей, когда вы работаете в неком едином пространстве, это, конечно же, анализ выручки. Дополни меня, пожалуйста, здесь, Екатерина. Что мы здесь получаем? Ну, анализ выручки, он к нашей теме прослеживаемости. То есть клиент, может, а при чем здесь анализ выручки? На самом деле это, как называется, наш бантик, который мы на СБИС повязываем. То есть вы можете отслеживать в анализе рейтинг товаров. То есть понимать, какой товар больше покупается, какой чуть реже, чуть меньше. Следить за динамикой продаж и анализировать активность покупателей. То есть эта информация больше нужна для владельца бизнеса, для директора. Так он может отслеживать, как и что у него продается. Очень полезный отчет. У нас многие клиенты используют, им очень нравится. А я правильно понимаю, что это для розницы? То есть если у меня оптовик, который просто документы реализации грузит, ему этот отчет будет недоступен? Отчет анализ выручки будет доступен и оптовику. То есть в этом случае чаще всего у нас его используют розницы. В розничной точке более интересно смотреть, например, какой монитор продается чаще. Например, есть лидер продаж, есть аутсайдер. Как оплатили? То есть если интересно отследить, что вот у меня по безналу через эквайринг прошла такая-то сумма, наличными у меня сейчас в кассе такая-то сумма. То есть мы и такой инструмент даем. Я смотрю, что все товары, которые у нас в прослеживании нести участвуют, это такие габаритные товары. То есть мы можем как-то здесь помочь автоматизировать, не знаю, там, ввод накладных, приемку товара, что-то помочь на складе сделать. Да, у нас есть мобильное приложение с бизнес-складе, те, кто с нами работает. Оно сейчас с бездоки называется. Да, с бездоки. С бизнес-складе это более привычное название. У нас сменился немножко. Те, кто работает с маркировкой, думаю, к нему уже привык и знают, насколько он удобен функционально. Ну а вот тем, кто прослеживанием занимает товарами подобными, как-то могут это использовать? Да, на некоторых товарах, во-первых, то есть есть серийные номера. У нас БИС работает не только с бездоки, не только с кодами маркировки, но по нему можно сканировать серийные номера. Мы также будем искать номенклатуру, искать приходы. Можно будет на самом деле работать и без сканирования, просто кладовщик будет открывать мобильное приложение либо на ТСД, либо на Андроиде, что очень удобно, потому что не у всех есть ТСД. Сверять фактическую поставку с документом и также видеть сводку по движению товара при необходимости. Это больше, наверное, товароведу нужно. Можно даже проводить инвентаризацию, то есть, к примеру, если на складе нет компьютера, инвентаризация будет нужна, чтобы определить, какие у вас остатки теперь. Это можно делать через нашу мобилку. А сколько стоит приложение и вообще отличается ли стоимость владения, стоимость использования, если у меня 3-5 складов, там 10 товароведов с мобильниками ходят? Именно на стоимость самого приложения нет, не влияет. То есть, у нас это приложение входит в нашу лицензию по работе со складом. Количество сотрудников, это у нас есть специальное расширение в СБИС, то есть, если сотрудников больше 5, расширение по пользователям. И количество складов нет, мы сейчас никак не ограничиваем в этом пользователей. Ну, а само приложение, еще раз повторимся, оно бесплатно? По факту, да. Если у вас есть лицензия склад, то вы можете его использовать, а можете не использовать. И чуть-чуть еще расскажи, а в чем разница ТСД или мобильный телефон? И почему только на Android? Почему Android? Нам часто этот вопрос задают. На самом деле, к концу этого года мы постараемся уже выпустить наш продукт и для Apple на iOS. Почему мы выбрали Android? Потому что чаще всего у колодовщика не iPhone, а телефон чуть попроще. Скорее всего, это будет Android. Ну и плюс, скорее всего, будет жалко покупать Apple на склад. Туда проще купить очень недорогой Android, на него поставить приложение и работать. Даже вот если он упадет об пол, потери будут не так велики. И ТСД. ТСД – это более функциональный терминал сбора данных. То есть это уже, скажем так, полноценное складское оборудование. На нем есть сканер, на большинстве есть и фотоаппарат. И здесь, скажем так, настолько больше функций, что он с телефоном практически не сравнится. Я думаю, все видели, как кладовщики в магазинах с ТСД сходят и, например, инвентаризацию товара проводят. Но если склад небольшой, особо дополнительной функции не нужно. Достаточно просто свой телефон на Android взять, либо приобрести для склада недорогой, поставить СБИС на складе и работать. Ну, то есть я увидела, что удобно проводить инвентаризацию. А вот у тебя тут написано на слайде «автозагрузка накладных». Да, тем самым мы хотим показать о том, что не нужно дополнительно создавать документы. СБИС-доки он синхронизируется с СБИС-онлайн. Если в СБИС-онлайн вам пришло поступление, в доках вы его тоже увидите. Дополнительно создавать ничего не нужно. Откройте, проверьте, утвердите документ. Ну что ж, даже если вы не занимаетесь маркировкой, даже если вы занимаетесь только прослеживаемостью, наша лицензия СБИС на складе и вот такое приложение помогут вам легко проводить инвентаризацию, оформлять поступления и так далее. Ну и мы снова и снова говорим, что СБИС это настолько больше, чем просто отчетность, что остается только пригласить вас в это увлекательное путешествие. Полный бухгалтерский управленческий учет, полная информация о движении всех денежных средств, интеграция с клиент-банком, детализация по поставщикам, покупателям, дебет, кредит, по оплатам, ваши расходы, доходы, сравнение с предыдущим периодом и даже некий прогноз. Все это вам будет доступно с лицензией СБИС-бухгалтерия. Присоединяйтесь, потому что это действительно не просто выгоднее по цене, если вы сравните стоимость лицензии, но это еще и огромная экономия вашего времени, ваших усилий, когда вы все замыкаете в единой экосистеме и не думаете, где у вас там, тут ПДНС, тут Теркипер, тут у вас еще что-нибудь и так далее. Приходите к нам. Ну и логичный вопрос, а как это мы вам на все ответим, и по бухгалтерии, и по маркировке, и по прослеживаемости, и по отчетности, и как же мы ответим? У нас огромный штат специалистов технической поддержки. Мы работаем 24 на 7 каждый день, то есть хоть в Новый год позвоните нам, мы будем на месте. Кроме специалистов, которые могут помочь по телефону, у нас есть огромный выбор инструкций, видеоуроков, записи вебинаров, которые мы проводим для вас. И также у нас есть сервисные центры в каждом регионе, где можно либо приобрести оборудование, либо заказать ремонт, гарантийный наряд и так далее. По своему оборудованию. И самое главное, что мы беремся поддерживать все сервисы, все участки учета, и вам не нужно думать, куда вам звонить по бухгалтерии, а куда по электронному документообороту, а куда по маркировке, а куда по оборудованию. Если уж мы берем на себя заботу о вашем учете, соответственно, у вас есть одна точка входа, и мы обязательно решим все ваши проблемы. Поэтому чем бы вы занимались, не занимались, пусть прослеживаемостью, маркировкой, продажами или, не знаю, там, бухгалтерским аутсорсингом, приходите к нам, мы сделаем для вас функциональное для бизнеса решение. Ну и, конечно, не забывайте обо всем том, что мы только что рассказали вам про национальную систему мониторинга. Успехов вам! Это то, ради чего мы работаем. Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова